Зарядись от старших товарищей. Восхитись двумя Катеринами. Восхищен, восхищен. Вы знаете, у меня есть два замечательных товарища в театре «Современник». Это Сергей Леонидович Гармаш, Василий Константинович Мищенко. Я обожаю этих людей, они моих два друга, два моих товарища. Знакомы мы с 97-го года, я пришел в «Современник». Меня взяли на Петю Трофимова «Вишневый сад». Василий Константинович и Сергей Леонидович, исполнители роли Лопахина. И вот мы сразу, сразу, как только отрепетировали, поехали в Нью-Йорк играть спектакль. И в одном спектакле я выбегаюсь за кулис, несусь весь там в жаре, в таком. И вдруг я поскальзываюсь, и вот просто впереди стоит стол. Я поскальзываюсь и лечу в этот стол. Сношу этот стол, а на столе стоят вот все бокалы, которые использованы в спектакле «Вишневый сад». В Америке. Все в дребезге. У меня шок, у меня ужас. Я вскакиваю, ничего не понимаю, вылетаю дальше со сцены. Только я схожу со сцены, подходит гармаш. Санек, я сейчас с директором разговаривал. Ты суточные все потратил? Ты не трать, ладно? Короче, в Америке таких стаканов не достать. Сейчас самолетом везут из России, из Москвы. Потом Эрман у тебя вычтет, когда ты прилетишь. Деньги не трать. У меня и так ужас. Ужас сердца останавливается, опозорился. После спектакля нам объявляют, что в зале был Аль Пачино. Он выходит на сцену. Мне стыдно, я красный. Ужас. Он что-то говорит. Ванесса Редгрейв. Мы фотографируемся. Я пытаюсь забыться. Аль Пачино поговорил с нами, пообщался и ушел. С Ванессой Редгрейв. Ушел. И мы идем по улице. И у Василия Константиновича есть какой-то радар на этих людей. Василий Константинович, подхвати, я дополню. Нам переводчица говорит, ну вы завтра улетайте. Пойдемте еще посидим. Есть актерское кафе, вот тут одно местечко. Тут актеры всегда собираются. Пойдем, конечно. И подходя, Катя Семенова говорит, слушай, это, по-моему, джип Аль Пачино. Да, я бы цифры запомнил, номера. И они выходят. Я говорю, правда, Аль Пачино. И я подхожу к нему, и на чисто русском языке. Я говорю, Аль, я говорю, пойдем, говорю, вмажем, говорю, выпьем. Ну, да. Он на меня так смотрит, это быстро, 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 быстро ему перевела. И он, так сказать, она потом тоже мне перевела. Да, говорит, да с большим удовольствием. И мы так обнялись и зашли в этот ресторанчик. Я хочу сказать, что уговаривать ты умеешь вот так. Вот, держи, Микрюк. Да, да. Ты вот так его привзял, вот так, вот сразу, сразу. Да. Ань, да. Пойдем, пойдем, говорю. И так ручкой, и так покрившись. И все, и плачино. И потом, да, потом мы два часа, мы так сказать, там это самое. Два часа, два часа мы сидели, общались, это было потрясающе. Он рассказывал, на стене рисовал, как он работает, рассказывал, по какой системе и тому подобное. Но, на следующий день я пришел в театр, нашел гармаша и сказал, ты знаешь, с кем мы два часа вчера выпивали и общались. И сказал только одно, альпачино. Вот, я даже не могу передать лицо Сергея Леонидовича гармаша. До конца гастролей больше он ни разу меня не подколол. А на чемпакалов тебе признали, что это шутка? Да, меня бы пощадила помрешь, Ольга Нурматовна. И она сказал, Саша, успокойся уже, пожалуйста, выдохни, никто ничего не будет требовать. Все так, все. Я так и знал, что...